Сепар, Сергей Зикторович, на гости, пожалуйста. Семного доклада о уравнении прического поля и геометрической депутации базовых опытов квантовой механики. И этот доклад положительно будет состоять из двух частей. Значит, в первой части такое более-менее, я бы сказал, философское. Я хотел несколько слов сказать о том, о чем мы, в общем-то, неоднократно уже говорили на конференциях. Но, не менее, я считаю необходимым постоянно держать в поле зрения некоторые обстоятельства, с помощью которых можно продвигаться. А во второй части я рассмотрю непосредственные приложения вот этих идей, которые мы обсудили в общем-то в начале. На примере некоторых опытов квантовой механики, те возможности, которые нам предоставляют геометрический подход. Ну вот, собственно говоря, геометрический подход базируется на том любопытном обстоятельстве, которое я обсуждал подробно в прошлый раз, когда участвовал в этой конференции. Это было два года назад. И там важным моментом было то, что удалось показать две важные вещи, связанные с получением и использованием уравнений, которые мы применяем для описания мира, которые имеют в том числе геометрическое происхождение. Оказалось, что, во-первых, имеется просто взаимнооднозначное соответствие, можно указать эквивалентность между физическими полями, которые мы пользуемся в физике, и метрическими полями, которые получаются при введении метрического тензора в общем виде. И там мы всегда можем установить просто пересчетные формулы, ввести для полей, которые мы используем в физике, и для вот этих конструкций, которые чисто геометрические. И второе обстоятельство, оно связано с тем, что как только мы используем для описания физических явлений вектора, так у нас неизбежно в результате на выходе получается закон Кулона и волновой процесс. И от этого не подгоняется ровно потому, что имеют место некоторые геометрические тождества, в частности, тождества Максвелл, следствием которого являются структуры, которые, ну, математики могут смело их называть вравниваемыми Максвелл, а физики тоже их так назовут, только тогда пишут там пару констант, которые имеют влеческий смесел. Вот, это, я считаю, обстоятельства удивительные, но они очень помогают для того, чтобы осуществить некоторые движения, о которых я буду тут рассказывать и сегодня тоже. Ну вот, значит, сначала напомню пару эпизодов, касающихся проникновения геометрии физики, физику, и, в общем-то, как-то не все время они были смешаны, эти два понятия. Геометрия и физика, они не всегда смешивались, они долгое время жили раздельно. Потом, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но с Ньютона началось такое привлечение математики в физику, такие, начало натуральной философии, которые он написал и ввел математику в описание природы. Но геометрия как таковая, вот она, я считаю, что впервые появилась в работах Лобащевского в 26-м году, когда он допустил, что, ну, во-первых, вы помните, что там была такая борьба за попытку отказаться от пятой аксиомы геометрии Эвклида, и Лобащевский в этом участвовал, но он, мало того, что он построил известную геометрию Лобащевского, так он сделал такое очень важное утверждение о том, что мы пока в своих познаниях в астрономии, там математика, ну, тесно, связана с астрономией, но, возможно, за пределами разрешения наших телескопов геометрия пространства не является эвклидовой. Поэтому вот эти построения, которые можно выполнить формально, которые, собственно говоря, и выполнен сам, они вполне могут быть приложимыми. И вот, я думаю, что многие знают о том, что он был просто подвергнут насмешком, его презирали, осмеивали, несмотря на то, что он был там начальником Казанской университеты, вот, его третировали буквально. Это длилось достаточно долгое время, пока, ну, там, Бояев сначала поучаствовал, а потом Гаусс, замолвила словечко, Гаусс такой был тихий, человек не лез никуда, но авторитет имел. А потом Риммон, когда начались уже всякие Риммоны в геометрии, то есть такие, сякие, там это уже обсуждалось более, как бы, с меньшим напрягом, и про Балмачевского можно было вспомнить, но он к тому времени не был. Далее, Клиффорд указал на то, что отсутствует возможность различить действия химического поля, производные природы, и проявление пространской привезли, меняющейся со временем. Это вот известный пример с червем, который ползает там по такому круговому каналу, который канал, чисто на канале, форма канала одинаковая, если это окружность, а у этого червяка положительно он разумен, у него это разные чувства, и когда он там ползает, то он ничего не воспринимает, ничего не случается. А потом, если этот канал превратить такой грушевидный, то привезна этого канала изменится, и вот там этого червя и заплет, иначе на разусных листах пути. И как он это воспринимает, как он это структует? Вполне возможно, что он может это издевать как вспышку света, например, изменения привезны, которые у него там в спинном мозге отразится. На Земле мы знаем таких живых существ, которые вот от своего изгибания генерируют сигналы и даже видят таким образом, такие рыбы специальные, которые в Амазонке живут. Ну вот, это был второй шаг. Очень важный, потому что он наложил отпечаток на дальнейших людей, в частности, на Мах и на Эйнштейна. А затем наступил вот этот вот прорыв, который уже совершенно характерен для того современного периода, когда Эйнштейн написал свою работу с 5-го года, и Эйнштейн-то ведь там никаких геометрических инфруктов не делал. Он, честно, выполнил построение релятивистских и релятивистских и динамики для скоростей постоянных. А Менковский обратил внимание на то, что то, что получил Эйнштейн, это полностью эквивалентно статике, про которую вчера уже неоднократно говорили, статической картинке, но геометрии 4-х мирной и специального вида, не эвклидов. Вот тут-то, она его и сказала, вот тут-то и началось вот это вот пересечение геометрии физики, которое Клиффорд напророчил, а Гублачевский предсказал. И Эйнштейн эту идею довел до логического конца, то есть сначала перешел от рассмотрения равномерно-динферциальных и тем отсчета, как тогда говорили, да и сейчас тоже, перешел к ускоренным движениям, сразу стало понятно, что ускоренные движения и гравитация каком-то локально неразличимы. Вот, и получилось, что для ускоренных систем, а также для гравитирующих систем, нужна геометрия другая, а именно скривизной, которая геометрия Риммана. И вот, значит, появилась общая теория относительности. И важным для человечества и для конкретного моего доклада является то, что в результате такого геометрического подхода ему удалось предсказать какие-то явления, которые до этого были неизвестны. Но мало того, что он объяснил эти проблемы с Меркурием, еще предсказал красное смещение гравитационное и правильно рассчиталось отклонение луча. Два раза была ошибка на него. То есть, применение геометрического подхода позволило осуществить подвижение физики. Хотя, силу утверждения Клиффорда можно было так и не делать. Можно было как-то иначе делать. И так и делали, в общем-то. Эйнштейновская гравитация не единственная. То есть, в тех временах, в тех временах. Ну вот, так вот, выводом это является то, что геометрический подход предсказал и значит перспективен. Ну вот, в свое время, на предыдущем этапе своей деятельности, я, как бы, этим подходом общегеометрическим решил воспользоваться для того, чтобы решить проблемы с кривыми вращения, с темной материей, которая не всегда была отвратительна. Ну и все более-менее удачно получилось, потому что достаточно было изменить метрику, вот не римовскую взять, а такую обобщенную геометрию Лагранжев, в которой метрика зависит от производной по координате. Вот она. Дальше пойдет варьирование вот такого национала длины. И вот получилось геодезическое вот такого вида. Значит, в отличие от геодезической общей теории относительности, в которой имеется вот эта, первая члена. Здесь имеется вот такой перекрестный член. Видите, вторая производная по этим самым. Это позволяет написать уравнения, которые не сильно отличаются от знакомых, то есть не сильно усложнены. Например, в частности, эта связность, она прекрасно осталась, как была. То есть, структура ее не изменилась, только зависимость от Y появилась там внутри, вот в этом эпселен. А эпселен это маленькая поправка, вот она такая. Естественно, взять, не сразу не ломать там все через колено, а поискать какие-нибудь поправки к тому, что хорошо известно. Хорошо известно нам Милковский и вот эта поправочка, которая там пытается что-то во что-то встревать. Ну и вот, как я многократно рассказывал в разных местах, в результате удалось получить там целый ряд эффектов и кривые вращения оказались как надо плоскими и закон Талии Фишера получил предсказание и темной материи никакой не понадобилось. Удалось предсказать это вот закон Хаббла, который следовал прямо из уравнений. Вот эти линзы всякие там эти гравитационные, которые плохо себя ведут, там какие-то у них слишком большие показатели проломления, а вот эти свойства, связанные с отклонением света во много раз. И это приписали, конечно, темной материи и с помощью этих линз оценивали ее количество. В общем, там целая такая мощная наука наведена была. Она и есть наведена. Собственно, это не является некимный стрим, это не вполне себе замеченный результат. Все это прекрасно подтвердилось в наблюдениях, скажем, распределения хорошего газа нашей галактики, потом вот этих на расчетах крестов Катеринштейна, которые там через линзы проходят. И в общем, я насчитал 16 эффектов, которые, значит, часть из которых объясняют с помощью темной материи, часть из которых совпадает просто с обычной АТО, а примерно половина из 16, там они вообще объяснения не имеют, а из этой теории они утекают. И вот это все вот в этой книжке отображено. К чему это я говорю? Не просто чтобы похвастаться, конечно, я одно похвастаться, но фишка-то в том состоит, что этого предвижения удалось достичь за счет того, что был предпринят геометрический подход, то есть вот из-за того, что вот такая была такая метрика. То есть вот все предсказания это просто чуть-чуть искаженное и искаженное и Минковский, да? Да. Вот. Сейчас я не совсем понимаю, вы же сказали про общую тюрьму относительности, а потом пересекти Минковского нажали на ровно. Вот здесь сидит вот эта маленькая величина. Для того, чтобы отличиться от Минковского, она вот эта величина, она мало и по кривизне, уничтенов в общей тюрьме. Вы просто сказали, что это работа, касательно пространства именно все многое происходит. Нет, а во втором касательно пространстве, потому что здесь Y-поизводных. То есть это все локально, локально. Локально, скажите, я думаю, что это касательная касательная. Второе, второе, второе. Примерно так, да. Примерно так. Вот. Ну, значит, что... Касательная деметриума, которая на все касательные и фридзолы. Вот. Основной результат состоит в том, что вот целый ряд эффектов можно объяснять за счет правильного рассмотрения основы, подхода вот этого. Не вводить материальные источники, как получилось с темной материи, а поискать математический аппарат, который адекватно описывает... Ну, там, сначала ведь неясно, адекватно или неадекватно. Надо просто проделать что-то, а потом посмотреть, во что это выглядит. Ну, вот здесь влилось более-менее удачно. Так вот, к чему я теперь хочу перейти. Во-первых, надо сказать, что вот эти фокусы связаны с галактиками спиральными, вообще с удаленными астрономическими вещами, с которых начал Лобачевский, и на которые потом навели теорию относительности, и в результате чего нашлись там всякие темные материи, темные энергии, Бог знает, что еще. Мы ведь не имеем возможности их измерять непосредственно. Мы можем измерять то, что мы измеряем, фактически статик. То есть, у нас нет наблюдения за движением объекта, который может двигаться по изогнутой траектории. Ну, исключением Солнечной системы, где все в порядке с территорией относительности. А вот там далеко. Там, как только возникает вопрос, что не все в порядке, там начинается сразу добавление сущностей. А вот идея состоит в том, чтобы попытаться изменить математический подход, в частности геометрический. И поставить вообще задачу все иначе. При этом, мало того, что мы получаем возможность сделать вот то, что я в предыдущем слайде показал, у нас же есть еще целый мир для таких упражнений. И этот микромир. Вот у нас мы живем в макромире, там есть мегамир, до которого нам нет тянуться своими измерениями и установками. Есть и микромир, до которого нам тоже не дотянуться, потому что все, что мы можем измерить в плане внутромеханики и во всех этих делах. Это все макроскопические явления, у нас макроскопические приборы, а мы себе выдумываем то, что там происходит на микроскопическом уровне. И это тоже страшное интересное занятие, которому придавались внесенные глубины еще не многих лет. Так вот, возникает такая идея, что всякий раз, когда у нас имеется область, в которой непосредственно наблюдение движения, невозможно, либо пространственные, либо временные масштабы, огромные, либо, наоборот, ничтожные. Мы не можем туда подлезть со своими макроинструментами. То у нас имеется возможность выбрать для описания этого происходящих там явлений геометрию. Потому что реальную линейку не положить. А геометрия это, как-никак, хороший математический аппарат. С массой своих свойств. В математике там столько всего выдумывалось, где только можно, что задача найдется. Вот. То есть вот встречается такая точка зрения, которую я не раз слышал в наших кругах, что имеется у мира истинная геометрия. Вот я с этой точкой зрения не могу согласиться, потому что у меня нет критерия истинности. Более того, получается, что если я не могу проверять объективным образом, что сам сделал, а потом другой человек тоже самое сделал, то никакой истинности речи быть не может. Это аппарат. И может быть в этом месте хочется еще раз мне напомнить тоже мою излюбленную вещь. Я сам ее понимал так в общих сбокущих чертах, но потом я прочел его Пенроуза совершенно так вот по полкам разложенной, и мне приятно, сказать, за его авторитет тоже как бы в тенечке постоять. О том, что имеется три объективных мира, это мир математический, мир физический и мир реальный. Они три различающие, различающиеся между собой. Каждая из них объективен, от отдельного сознания ничего не зависит. В математическом мире можно там делать открытие, продвигаться, ошибаться, все на свете, и все будет хорошо. В реальном мире мы тоже этим занимаемся. Встал под сосульку, раз, и ошибся. Но в физике, которая занимается описанием реального мира, там не совсем не так и не эдак, потому что, во-первых, мы не полностью весь реальный мир запихиваем в наше уравнение и описание, а только часть, которую выбираем из своего усмотрения. Мы не всегда знаем, какую часть взять. А потом, из того, которые мы взяли, мы выкупаем какие-то измерения, которые сравниваем с какими-то вещами, которые считаем эталонными, устанавливаем связи, и по характеру этих связей ищем модели для наблюдаемых явлений в математическом мире. И бывает, что и находим, а бывает, что и нет. И тогда, когда у меня есть какие-то соотношения, полученные в реальном мире, мне можно побродить по математическому и найти там те закоулки, которые мне пригодятся. Они могут оказаться не теми, куда там дорога протопана. А потом, когда я в эти закоулки приду и посмотрю вокруг, там оказывается много разных вещей. Там где-то лаптиты висят, где-то ямы какие-то нарыты. Я могу из этого математического мира теперь вернуться в физический. И посмотреть, а таких явлений у меня физических нет и случайно. То есть обнаружить, что мне надо мерить совершенно непредсказуемым образом. И тогда мы из реального мира еще кое-что соберем физически. И вот эта перекачка информации, понимания и представления, она постоянно и происходит. И вот мне как раз хочется подчеркнуть вот это четкое различие. Например, хороший пример еще с понятием поля. После того, как появилась электродинамика Максуна в начало 20 века, это были философские споры о том, материальное ли поле. Материальное ли поле? Кто видел электромагнитное поле? Свет горит. Мы эффект это и наблюдаем, мы пользуемся и может там розетку пальца сунут. Но вот про все эти поля, то, что ими описывается, теми полями, которые вел Максуна, лично мне это ни в чем не убеждает. Работает и хорошо, но я по-прежнему не знаю, что это. Выбух и хорошо, и значит, и будем этим пользоваться. Вот это я хочу и сюда потащить, всю эту идеологию. Значит, в общем случае, геметрическое пространство, которое я могу произвольно выбрать, оно может быть и изогнуто, и изотропное, и все, что угодно. Теперь сделаем так. Вот мы выберем такое пространство общего вида и будем считать, что тела, которые я хочу рассмотреть в моделях реального мира, то есть физики, двигаются как раз таки по-геодезическому. Это волевое отпущение, никто их не обязал так двигаться. Мне это удобно, потому что предыдущие, так сказать, вот на предыдущем этапе всегда так было. И тогда задача будет состоять в том, чтобы найти пространство и не взять и не считать, что мы там, а просто по наблюдаемым явлениям найти метрику. А исходим мы из того, что вот геодезическое соответствует реальной траектории наблюдания. Вот. Ну и тут мы должны, когда мы приступаем к таким вот, как бы, такого сорта действиям, надо сделать два аксиматических утверждения. Первое состоит в том, что существует такая геометрия, потому что это, вообще говоря, неплохо бы доказать, но я этого не делал. Пригодное для описания экспериментального пространства, что движение правовых тел происходит в соответствующем геодетическом. И вот обратите внимание, значит, у нас в обычной теорфизике там все начинается с лагранжан. И когда какие-то подвижения там более-менее фундаментального не происходят, и ты где-то начинаешь рассказывать, то люди спрашивают, какой у вас лагранжан? А, как известно, лагранжан выбрать это искусство, вовсе не наука. И там можем так сделать, сяк сделать и каждый раз смотреть, что получится. И лагранжан это какой-то такой вот бог в машине. Вот. А здесь у нас, вот, бог в машине, у нас будет выбор метрики. И что такое лагранжан? Это отдельный вопрос. Значит, мы все там читали Ландау и Левшицы и прочих фундаментальных людей, и все это объясняется так же. Действительно, давайте мы выберем удобную конструкцию, пространство будем считать таким-сяким, все по-простому, в принципе, там лагранжан складывается из каких-то там кинетических потенциальных энергий. И слово энергия это же вообще основа всего. Вообще-то говоря, мы как-то вот так привыкли. А если вспомнить, откуда все это берется? Все висит на Ньютоне. Все висит на Ньютоне, у которого есть второй закон, у которого есть работа, которая вводится формально. И эта формальная работа превращается в разность энергий, кинетических или потенциальных. А потом мы уже начинаем там говорить про то, что вот энергия исчезает, туда-сюда. Это свойство уравнения в том числе. Вот, бывают. Но эти понятия возникают тогда, когда мы говорим о движениях, о динамике, начиная с равнения Ньютона, а потом можем взять на Гранжиан, провернуть вариационную процедуру, получить равнение Эль-Ад-Лагранжа и узнать в них уравнение Ньютона. Между прочим. Так все устроено. И что сделать? Узнать в них уравнение Ньютона. Уравнение Эль-Ад-Лагранжа это фактически уравнение движения. Те самые. Там и ускорение, и все, что хочешь. Это все вот такая картинка, которая висит на понятии сил. Но если я занимаюсь выбором геометрии, я пока еще просил, не говорю. Я не знаю, самодействие-то или самодействие. Только я вижу, что они двигаются как-то. Ньютон беспокоился, что костная материя там у него притянула. Но это было страшно противно. Мне тоже неприятно. Движение я вижу. Это раз. Стало быть, это принцип наименьшего действия, как манипуляции, связанные с выбором лагранжиана. А теперь нужно манипулировать с выбором метрики. Что приятнее? Потому что геометрия это абсолютно принадлежащая исследователю вещь. Не мистическая. Он каждый раз говорит о какой-то модели и с ней возится. Второе предположение. Значит, теперь у меня нет понятия... То есть то, что нет. Я пока что его не ввел, а может и не введу. Слушайте, там получилось. Второе, что нужно сделать. Это вот тоже привычное такое по жизни обстоятельство, что стационарное состояние конечной системы соответствует минимуму энергии. Обычно тут у нас. А поскольку у меня энергии нет, я не вводил еще ничего, никакой динамике, то я постулирую состояние... Если у меня система конечная, стационарная, то это все будет соответствовать минимуму занимаемого объема. Тоже чисто геометрическая вещь. То есть я постараюсь физико-нерегистр работать вот только здесь. Ну и вот. И поскольку у меня ранее, я уже упоминал, была показана эквивалентка физических и геометрических полей и найдена соответствующая форму, то в принципе я могу, пользуясь вот этими вещами, переписывать известную физику на этом языке. И все будет получаться. В общем, ничего, особенно, так сказать, принципиально нового не получится. По крайней мере, я до этого еще не забрался. Потому что прошло немножко по другой линии. О том, о чем сейчас дальше буду рассказывать. Вот. Вот теперь этот просмотр попробуем приложить вот эту всю идеологию к тому, чтобы... Залезть я хочу в квантовую механику, где я не знаю, какая геометрия, никогда не узнаю. У меня есть только геометрия. У меня есть эффекты. Из этих эффектов она и возникла, потому что было не объяснить с помощью классической физики. То, что там наблюдали. Вот. ну вот на прошлом докладе, на который я уже ссылался, там были получены некоторые соотношения из тех, что здесь висят. Я просто напоминаю. Я взял вот ту самую геодезическую, которая была выше. Вот эту. Вот. Теперь нужно ее линеризировать. То есть считать, что никакие производные старшие первые или смешанные не дают вклада. И эпселоны тоже в степени старшие первые не дают вклада. Она получится более простая геодезическая, и от которой можно вдобавок еще взять трехмерную часть. И получается вот такое вот уравнение. Оно там напоминает кое-что из того, что нам встречалось в ненормальных мигах. Вот. Теперь я хочу порешать это уравнение для разных случаев. Посмотреть, что будет. В частности, буду искать в эпселон вот в таком виде, а в вот в таком. Ну, тоже ничего особенного. В большой — это что такое? В большой — это некая константа размерной скорости. Это уравнение на это, на это, на это, на В или на эпселон. И на то, и на другое. Это в это уравнение входит и В, и эпселон. И сюда. И вот. Тогда нужна бы система уравнения. Уравнение одного и не настаточного. Давай дослушаем. Вот. Значит, подставим, поищем, найдем вот такие вот вещи. Но можно, в принципе, это уравнение порешать просто на машине. Так просто я его не смог решить, и еще вот несколько лет назад я просто успеху, вот когда я еще занимался инфраструктационными вещами, просто перешать на машине. И вот решением такого уравнения являются обобщенные винтовые линии. То есть траектории получаются вот такими вот. И эти завитушки, они могут быть разными. во-первых, в простейших случаях, это обычная винтовая линия, которая навернута на цилиндр. Потом это будет винтовая, может быть, винтовая линия, в которой цилиндр замыкаем в тор, она намокана поверхность тора. Может быть, такая просто кривая линия непонятной формы. Может, сама вот эта вот такая изогнутая линия, быть, вокруг нее навиваться еще мелкие штуки. Там, в зависимости от параметров, получается, вот целый набор вот таких всевозможных фигур и ключевое слово ключевой признак, который там фигурирует, это вот это вот извивание вдоль глобальной траектории. То есть там есть вот такое миленькое движение все время на фоне натучиваться. Это соответствует тому, что поправка к этой метрике получается такой, чтобы короче говоря, она однородная нулевая порядка. Я просто так и скажу. Ну вот. И, значит, я дальше хочу рассматривать и буду рассматривать маленькие объекты в атомной перспективе, которые представляют собой геометрические места для расположения вот этой самой винтовой линии нахожденной на тор. Если эта линия навита на цилиндр, ну, в общем, параметры нужно какие-то оценки ввести для таких параметров. И вот, значит, радиус такого вращения он определяется вот таким выражением, а шаг вот таким. вот. Теперь сделаем следующее. Вот, напомню, как развивалась квантовая механика. Было несколько экспериментов, которые было непонятно, как определить, как описать, толковать. И эти эксперименты в основе своей это три эксперимента. это, во-первых, дифракция на решетке электронных. Дифракция электронных на решетке. Получилось неожиданно, что там имеется дифракционная картина. Во-вторых, это... Ну, я их не в экологическом порядке перечисляю, а просто для нумерации. Во-вторых, это формула Планка, которые там чуть не грохнулись на сольтрофиолетовой катастрофе, но Планк, к счастью, там что-то придумал. Говорим об этом попозже. И третье, это спектры. Это формула Бальмера, это постулаты Бора, это вот эти вещи. И, значит, на основе вот этих вот экспериментов возникла так называемая старая квантовая теория величия квантовая телев-Бора, трамвоклоплоклассическая. И вот, как мы помним, вот эти вот постулаты Бора, они позволили получить формулу Бальмера самым наилучшим образом. И более того, там эту постоянную Риттберга, которая там вошла из эксперимента, удалось описать с помощью мировых константных. Ну и все было ничего, но общественности очень не нравилось то, что при переходах атомов с орбита на орбиту, как тогда они себе это представляли, происходил так называемый квантовый скачок. Где был электрон в момент скачка? И люди беспокоились. И Шредингер нашел из этого положения выход, который всех удовлетворил, и нас тоже он удовлетворяет в настоящем моменте, за исключением рисковых моментов. Значит, Шредингер, он отказался вообще от квантового подхода. Вот из этого полуклассического, полуквантового, в котором были вот эти вот целые числа, он полностью решил убрать классический подход, в котором были траектории. И ввел волновую функцию. Написал уравнение, в котором, конечно, можно увидеть там привет от уравнилия Эллера-Лагранжа, в котором можно увидеть энергии, там вот для стратора, например, вот такое уравнение. Все это всем известная волновая функция. Но эта волновая функция и вся эта деятельность Шредингера имела особенности. С одной стороны, она была прекрасна, потому что позволила описать эксперимент новым подходом, избавилась от полуклассичности, ушла. С другой стороны, смысл волновой функции остался неизвестным. И черт бы с ним, в общем-то. Но там возникли нарушения здравого смысла наряду с физическим, нарушением физического смысла. Потому что эта волновая функция, она, во-первых, составляла собой редукцию, то есть там имелся эффект редукции, то есть то она везде, а вот она и здесь. И, между прочим, привет в силу и относительности, потому что, как же она из везде попадает в данную точку мгновенно? А во-вторых, там произошла история, которая связана под форумом Бора и Гейзенберга, о том, что волновые функции стали интерпретировать как волны вероятности. Вероятность вообще математическое понятие. В физике, конечно, мы наблюдаем, вероятно, случайные процессы. Но волна вероятности, которая куда-то побежала, мы тоже привыкли к этому делу. И вот Гейзенберга, который предложил там, была же идея о том, что раз у нас есть волновые обстоятельства, там целые числа могли попасть в эксперимент, только через волны. Они туда и попали. И были попытки интерпретировать наблюдаемые вещи с помощью всяких представлений о волнах. Что за волны? То волна пилот, кто там еще был, знает что, то вот у Муделунга была такая теория гидродинамическая, имеющая отношение к эфиру с вещеведностью. В те времена эфир еще не был таким пуглом, таким он стал чуть погодеть. Короче говоря, вот эта волна вероятности, которая из математики проникла в физику, такое понятие, там прекрасно зажила, с амплитудой вероятности со всеми делами, это редукция, которая сюда, в точку все сводила. Как-то все с этим смелились по дороге. Потому что результаты уже более хорошие получили. Ну вот. И значит, я хочу попытаться эти эксперименты, которые, на основе которых возникла квадровая теория старая, получить на метрической основе с помощью геометрического подхода. Для этого я пытаюсь в графические уравнения с фазическими полями переписать в виде геометрических уравнений с метрическими полями. Ну и для этого у нас есть все возможности, потому что, вот я уже сказал, что такие геометрические уравнения были установлены. Вспоминая уравнение Макселла, вот там есть такие е и аж, которые привычно воспринимать как электрическую магнит при напряженности, но на самом деле они представляют собой просто некоторые функции, которые получаются из решения уравнения и успешно справляются в дальнейшем с описанием физических явлений. там есть потенциалы, которые вводятся в дальнейшем уравнение Макселла, потому что там появляются уравнения Лапласа, уравнения Павассона, которые имеют общее решение такого вида. Вот, потенциал, который можно представить вот в таком виде. Фаз, только минус градиент Фи, да? Я литерическое помню. А? Ну, вот это, единственное, это ДАПДТ вы выбросили, да? Да. Вот, теперь, значит, делается такой финт. Значит, мы введем некую новую, да, если мы выбираем вот такой векторный потенциал, то можно представлять вот в таком виде наш ЕА, взять вот такую комбинацию, и, как я узнал недавно, это называется, вот это вот выражение называется вектор Риммана, сейчас, выключим с главой, вектор Риммана Зильберштейн. То есть, народ с этим возился. И как только я вот такую вещь использую для того, чтобы записать уравнение Максвелла, получится вот такое вот уравнение для функции Пси, которая представляет собой комбинацию Е и А, которые представляют собой результаты, опять, в операции, примененных некоторым вектором двуисплярного потенциала, которые представляют собой вот такие выражения, как было показано в предыдущем тексте. Подождите, можно? Да. У нас есть уравнение Максвелла, мы волновую функцию, мы волновую функцию, есть уравнение Максвелла, мы берем волновую функцию в таком виде. Это еще не волновая функция, это не как просто вот функция, назовшую так. но это та функция, которая будет, ну, которая, то есть не уравнение Максвелла, извините, уравнение Шриденгера. Нет, 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 Решриденгера тоже нет. А, это уравнение Максвелла. Максвелла. Уравнение Максвелла, которое проявляется следствием геометрического тождества. То есть физики пока нету. Есть такое геометрическое тождество, которое тождество Максвелла, его можно переписать, выписав его в компонентах, получить уравнение, то, что мы знаем, как уравнение Максвелла, причем обе пара. Вот это куда вставляется? Две пары уравнения. Для Тожества только одна пара. Обе. Сколько мне? Обе-обе, я вам потом покажу. Это куда вставляется? Вот как это получается? Это получается при вставлении, при переписывании уравнений Максвелла, вместо уравнений для каждой из Е и H, можно переписать их вот для этой Си, для ромбинации. Получается вот такая вот штука. Я все-таки смущаюсь, я не понимаю, почему вот Е и Фи связаны нестандартным образом. Не получится тоже с Максвелла. Да, вот мне это непонятно. Ну, хорошо, значит, я на этом не могу останавливаться, чтобы убежать. Да, я бы это исчезла. А потом мы об этом обсудим. И там вот все очень странно. И, короче говоря, в результате вот этих вот переобозначений можно теперь поискать Пси в виде вот такой зависимости, и тогда это уравнение, то уравнение, которое было на прошлой странице, сводится вот к такому. Это так называемое уравнение в электрами. Оно встречается в литературе, обсуждалось для гидродинамики Арнольдом, а для плазмы не знаю, там никому. Вот, оно имеет решение. Значит, у него есть собственные числа, а собственные его числа определяются нулями Бесселя, полуцелого порядка. Вот тут выписаны собственные функции, которые имеют... Собственные функции этого уравнения, которые имеют вот такие вот решения. То есть, таким образом, мы получаем решение этих уравнений. И оказалось, что соответствующие линии тока, которые получаются при использовании этого уравнения для представления гидродинамических вещей, они тоже представляют собой вот эти самые пресловутые винтовые линии, про которые я говорил. В плазме такие вещи называются... Они там тоже есть. И они там называются бессиловыми полями. А гидродинамики, вот у Арнольда, они называются полябельтрами. В каком пространстве это вкручение происходит? Это дополнительные гидродинамики? В гидродинамике это вообще обычные вот эти частицы, там какая-то безмассовая движется, или бесконечно малый объем, это обычно бывает. Вот такой траектории, да. Это хозлопространство частиц. А вот в общем случае вы как-то отписываете. А вот тут я не очень понимаю, что вы имеете в виду, в каком пространстве. Какова его геометрия, или в каком пространстве. О чем вы? Сколько спрашиваете? Ну вот, квантовая частица у вас крутится в нашем трехмерном пространстве, или вы будете какие-то дополнительные... В трехмерном пространстве. А в трехмерном. То есть вы считаете, что квантовая траектория, это сперва, да? Вот вопрос интересный, чем она является. Она, конечно, у нее есть вот такая природная как бы особенность, что в обычном мире, в обычной механике естественная линия-то прямая, в бухте как-то становится лучом. А вот в этой истории там получается естественной линией вот такая вот винтовая линия. Ну, спирали они нехорошо называть, хотя хочется, но это вот такая вот штука. Это есть уравнение максимума, да? То есть безмассовая копия. Вот. Ну и вот оказывается, что почти все полярные траектори представляют собой линии, намотанные цилиндрами ТО, причем почти все имеют математический смысл, то есть там имеется некоторый остаточек, который не представляет их собой, а представляют, имеют более сложную пологию трех линии. Ну и хорошо, в дальнейшем это тоже пригодится. Так вот, то, что тут люди описывали для различных технических приложений, теперь имеет отношение исключительно к полновой компоненте метрики. Потому что здесь это город, 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 из-за того, чтобы получить некие на вот это результаты. То есть я работаю, пытаюсь что-то понимать исключительно в математическом пространстве, хотя то и дело натыкаюсь на такие значки, которые физики уже многократно используются. Ну вот. И таким образом нужно сделать предварительный вывод о том, что вообще, того линии, которые получаются в результате равняй движения, геометрических, в своих простейших случаях, вот они удовлетворяют теоремию Арнольда для полеметра, которая является решением равней геометрического поля, полученной из 100-жиз-максу. Ну вот. И таким образом геометрический подход является самосогласованным. Может быть использован для описания физических явлений там, где мы не можем непосредственно эти геометрии линейки проверять. Ну и теперь я попытаюсь вот это вот все использовать для описания на пальцах. Боли-боли или не на пальцах. Для описания классических опытов квантовой механики. Ну вот двухчелевой эксперимент. Значит, он базируется на опыте Юнга со светом. Там две щели. Ну и вот, соответственно, положение максимум определяется вот таким соотношением. Это расстояние между щелями, лямбда-денда-денда-денда-денда-денда-волны, тангенс-фи и, значит, дэн-мак-номер. Теперь можно повторить этот эксперимент Дэвидсон и Жербер первыми, а потом фабрикант для отдельных электронов это делал. И тут я хочу заметить, что никто никогда не делал опыта с двумя щелями для электронов. Всегда это был кристалл. Вот, поэтому тут надо аккуратно немножко привить некую аккуратность. Ну, аккуратность только в том смысле, что надо следить за этим обстоятельством. То есть там решетка получается, а не две щели. Ну, разницы особо и нет. Так вот, если электрон движется по вот этой самой винтовой линии, то нетрудно видеть, что он пройдет через эти две щели, только если выполняется вот такой условий. А все на других щелях, после пройдя первую, так сказать, и столкнувшись с первой преградой, он натолкнется на перегородку и не пойдет никуда. То есть в зависимости от этого угла электрон либо пройдет, либо не пройдет. И формула точно такая же. То есть это все проходит для этой конструкции. Но он же не просто проходит, там же происходит дифракция, да? В чем, как мы наблюдаем дифракцию? Мы видим неравномерную засветку тихого экрана. То есть мы думаем о том, что это волны, которые... электрон производительства его волна, его солоновая функция производительства с волновой функцией этого же электрона, прошедшего через второе отверстие, наступила интерференция и в данной точке экрана наступила редукция. Если этого всего не говорить, а говорить, что электрон движется вот так, то он тоже пойдет только в некоторые точки экрана. Нет, Сибирь, у вас там просто прямая нарисована, чисто формальная отрасль. По сравнению с давлением, он же отклоняется на очень большие углы и не идет по прямой. Нет, никаких там особо больших углов нет. Все это находится там буквально несколько максимумов и все. Ну, тем не менее. Если получится, тем не менее. По крайней мере, для электронов-то, я это наблюдал лично, там сантиметр. Это не микроны, а сантиметр. Да нет, а почему они должны быть микроны? Там дело не в сантиметрах, а в разах. Я тоже это наблюдал лично, еще когда учился в универсах. Это не прямая линия. Он не двигается вот так по винтовой линии, как у вас. Эта картинка, она призвана иллюстрировать то, что движение по винтовой линии позволяет распространяться электрону до вот этого экрана не по всем направлениям, а только по тем, когда вот здесь вот оказывается целое число длингов, вот в этом месте. Нет, непонятно, почему у вас тогда получается, что интерференционная картина занимает достаточно большую проценту. Сама с первой темы есть какой диаметр. То есть вы же не можете выйти в интерференцию за пределы диаметра. Так же нет, все эти размеры, они все тут присутствуют. Мы можем узнать, какой диаметр спирали. Можно еще не было. Закончили, а потом вопросы будут. Да, потому что... Тут никакой интерференции, кстати говоря, не сильно ниже. Просто на экране появляются пятна в тех же местах, что и при интерференции. Ну да, да. Но это полетен. Вот, теперь, значит, посмотрим на Бора и Бора, Борисовский акт. Значит, вот это вот формула, которая вытекает из второго куста Бора, если записать справа формулу Баймера. Значит, это вот разность энергии. Тут должно стоять H, N, M. Вместо N, нужно написать формулу Баймера, соответствующую числам N, а это некая константа потенциального постоянного ряда. Вот, значит, теперь в этой деятельности я хочу сделать вот что. У меня нить, вот эта самая, винтовая линия, намотана на тор. И я буду считать, что устойчивым является состояние, когда эта линия замкнута. Тогда у меня немедленно получаются возможности для того, чтобы линия замыкалась. Если у меня имеется один обход по большому кругу, то может быть один, два, три, четыре и так далее обходов по маленькому кругу. Теперь я могу сделать два обхода по большому кругу и один, два, три, четыре по маленькому кругу. То есть у меня есть состояние с индексами N и M. Вот так их удобно представлять. При этом, когда линия лежит на поверхности тора, значит, должно выполняться вот такое условие и, соответственно, тангенс угла определяется таким соотношением. Она рациональное число. Теперь, если я нашел радиус винтовой линии, то ясное дело, что радиус тора, большой радиус тора, не может быть меньше, чем радиус этой винтовой линии. Я буду обозначать радиус тора буквы РА. Можно найти этот объем тора и тогда сосчитать его с помощью урожения для радиуса вот в таком виде. Я вижу, что объем тора, по которому движется частица, делая N1 оборотов по большому окружности, N2 оборотов по маленькому окружности, описывается вот таким соотношением. Значит, это мне нужно для того, чтобы перейти в описание процесса от энергии к объему, который я там не хотел. Ну вот для начала я буду считать, что N1 равно константе равно единице, то есть всегда один оборот по большому кругу. А состояние перенумеровывается только вот числом оборотов вокруг маленького округа тора. Ну тогда можно все это подставить вот сюда вычесть друг из дружки и получить вот такую формулу. Смотрите, пока не похоже. Строго говоря, они совпадают. Здесь начинается составлять из единицы, но тут всегда имеется лишняя единичка. И интересно было бы просто взять экспериментальные данные да и посмотреть. Вот. Это константа. Как она? Кстати, она есть, но здесь ее может и не выйти. Я не помню. Ну еще. Но ясно, что я тоже пропорционально какой-то вот такой величине, которую можно взять для начала эксперимента, а потом посмотреть, чем она еще может быть равна. То есть я смотрю, что вот этот подход пока что приводит меня в вполне симпатичной зависимости из спектральных линий. И я не поручусь, что какая здесь точнее формула. Просто надо посмотреть, я этого не делаю. Вот. Значит, теперь что такое излучение? Ведь, когда мы говорим про атом Бора, электрон перескакивает с орбиты на орбиту, он излучается у фотона. С точки зрения вот этих метрических разговоров, это значит, что в пространстве вокруг появился некий вихрь метрики. Вот. В принципе-то, мне ничто не мешает связать его с вихрем эфира, если я этого не боюсь. Я, в общем-то, не боюсь, но стараюсь в гуси не дразнить. Но поскольку я занимаюсь чисто математическими разговорами, мне вполне достаточно того, что в метрике будет вихрь. Ну и хорошо, пусть будет. Ну и последнее с формулой планка. Тут история такая, что вот, если вы помните, как-то развивались события, значит, планк формулу свою как получил? Они в то время трагодинамики, планк по природе был трагодинамик, много этим занимался. В какой-то момент при интерпретации этих опытов, когда уже ситуация с Рейм Джинсом стала ясна, критичность того, что происходит, он подумал, что неплохо бы учесть, что на излучение влияет не столько температура нагретого тела, сколько энтропия, состояние с большей энтропией неустойчивое, они-то и отвечают за то, чтобы происходило излучение с меньшей энтропией, я хотел сказать. Ну и вот с учетом этих энтропийных дел стал получать некие соотношения, и для того, чтобы пересчитать состояние, которые там у него возникали в процессе описания осцилляторов, находящихся в теле, ему понадобилось пересчитать энергии. А энергии пересчитать было нельзя, потому что они были осуществлены непрерывным образом. Тогда он волевым образом разбил этот участок энергии по частотам, сосчитал для этого конечную сумму для вот этого выражения, а потом он предполагал перейти к пределу дельта ню, стремящимся к нулю, между энергиями стремится к нулю, и получить результат. И когда он получил ту формулу, из которой собирался переходить к пределу, то обнаружил следующее, что предел выводил в основную реле джинса, то есть на ультрофередовую катастрофу. А вот формула, которая была конечной, она оказалась пригодна к описанию спектра нагретого тела во всем интервале. И он не знал, что с этим делать. И всю жизнь, между прочим, опасался всего этого, и не нравилось ему этого, и, значит, старался каким-то образом найти интернет. И Больцин ему подсказал. Совершенно верно. Вот эти все разговоры про энтропию, это было связано именно с теорией Больцинга. Нет, Больцин просто ему сказал, он поехал консультироваться, а Больцин ему сказал, что ты знаешь, что если ты не ведешь кванты, то дискретность, я, говорит, пытался это делать, и понял, что дискретность играет ключевые вещи. Поэтому без дискретности ты не сможешь ничего получить. Вангу ехал и сделал свой пункт. Ну, вот, значит, вот, тем не менее, так или иначе, все получилось, как получилось. Ну, теперь, вот, если проследить за тем, что все происходило по дороге, вот, считается, что имеется некая маленькая энергия, вот ее шаг, как обычно, гипотеза Бланка известная, вот, подсчет энергии, вероятность на энергию состояния, вот, формула Больцмана, а теперь, значит, у меня есть тут некий КТ, которого до сих пор не встречалось. Ну, из физики мы знаем, что КТ это некая энергия. Энергия это некая квадрат скорости. Ну, там здесь, соответственно, коэффициенты пропорциональности. Вот. А в квадрат скорости входит у меня выражение для объема. И тогда я могу просто вместо КТ записывать некие объемчики, да, метрические вещи. Ввести вот такую величину. В физике вводится так похожая величина, там, где есть КТ. и получить для объема формулу, которая в точности совпадает с формулой Планк, при условии, что имеется вот такой переход. То есть, формула Планка, она осталась, сохранилась. Теперь имеет некие другие внутри себя вещи, такого сорта, которые представляют собой некий минимальный топ, с соответствующим характерным объемом. Вот. То есть, не знаю, как к этому следует относиться, но факт тот, что пока что ничего особенного противничества тут нету. Ну, что вы? Ну, что ж надо? Ну, и последнее. Значит, можно не ограничиваться этими простыми опытами, с которых все началось, а посмотреть на все какие вещи, которые в дальнейшем вас последовали, с которых там закрутились разные представления квантовой механики, связанные с нашими физическими и не совсем физическими представлениями. Ну, вот, например, у Кельдеймана, когда там было расщепление линии в магнитном поле, значит, он привел к изникновению магнитного механического момента у электрона. Ясное дело, что электрон совершенно загадочный объект, у которого есть такие понятия, как механические моменты магнитные, у которого есть конечный заряд, и почему-то он существует еще в каком-то конечном объеме в объеме пространства. То есть, это такая абстракция не вполне понятна на себе. Ну, ладно, мы ее заменим другой абстракцией, это уже не вполне понятна, но другого сорта вот этой вот винтовой линии. Значит, метрические динамики, про которые я говорю, это связано с дальнейшим усложнением характера вообще на винтовой линии. То есть, вот, на движение по какой-то такой траектории большого масштаба накладывается вот такое мелкое. Ну, это соответствует появлению механического момента у частиц. Фактически. И тоже расщепление там, как вероятно, возможно появится. Я вот еще не лазил. Поэтому, только посмотрел, как сверху, на то, что он уже был. Эффекторовного бомба тоже загадочная вещь, связанная с тем, что такое квантовая механика и вероятность находения там, где есть он. Эффекторовного бомба это, значит, имеется соленоид. Вот. Этот соленоид, в нем ток, магнитное поле внутри. И он еще вдобавок изолирован от внешнего мира металлической пластиночкой, ну, трубочкой. Снаружи магнитного поля нет. Но электроны, которые на этот соленоид вот так вот, влетают, они отклоняются тем, чем не могут отклоняться и демонстрируют явление типа дифракции, то есть появление глоб России дифракции. То есть, в том пространстве, в котором их, ну, волновая функция, можно сказать, отличная от нуля, то есть снаружи вот этого соленоида, они не встречают никаких магнитных полей. Им не с чем взаимодействовать. Но из-за того, что волновая функция определена во всем пространстве, а магнитный поток в этом соленоиде, он имеет вполне конечное значение. Вот этот магнитный поток, который Бог знает где, он влияет на движение электрона, который в другом Бог знает где, каком месте. Это вот и есть эффект аронового Бома, который демонстрирует отличие квантовой физики от классической. Классическая физика, у нас сила всегда там, ну, например, градиент чего-то, поля какого-то. Если нету силы, то и взаимодействия нет. Вот ее и нет. Тут ничего такого, что могло бы подняться в этот электрон, нет. А потенциал выравнения шли-гидеров входит, потому что там есть вот этот интеграл по потоку, который там есть. Этот потенциал войдет, который где-то в стороне, то влияет на движение электрона. То есть это раковый очень даже непростой. Его предсказали, а потом нашли, и все так и есть. Пожили. Ну, вот. Здесь как классическая эта интегритация осталась этого опыта в литерической динамики, потому что физический векторный потенциал соответствует метрическому потенциалу, приводящему необходимой вızничеству, траекторию движения. То есть это означает, что просто найдем ту геометрию, которая соответствует такому движению. Все. Хорошо ли это? Я не знаю, потому что вообще-то это никакое не толкование, а это просто способ описания. Но, как мы знаем, когда у меня есть хороший способ описания, в нем есть свои особенности, потому что этот способ взят из математического мира. Я, зная эти математические особенности, могу поискать что-нибудь физическое. То есть это перспективный ход. Вот в чем, так сказать, возможная заслуга этого подхода. Ну и вот, в частности, для монополия тоже история. Значит, имеются такие теории, что у них магнитные монополии не только возможны, но и обязательны. Ну и хорошо, имеется и ладно. Но там обращается внимание на то, что конфигурация таких полей имеет сложность в половине. А я напоминаю, что в Алябельтраме в малом числе случаев имеют сложную топологию. Что это означает на пальцах? В простом описании, к которому я прибегаю. Это значит, что я вместо Тора могу взять узел. А узел может быть очень разнообразный. У него топология, бог знает, как бы знает какая. Ну, то есть можно поискать. Это просто целая наука. Обалденный раздел математики. Вот. То есть и тут геометрия дает возможность каким-то образом иначе посмотреть на происходящее. Вот можно на этом месте все-таки пояснить. Вы говорите то про Тор, то на картине как вы рисуете не Тор, а Тор? Ну, конечно. Конечно, я все время делаю так, как мне удобно. Вы совершенно правы. Да, так объясните, какая же у вас точка или при чем тут узлы? Значит, для того, чтобы вот эти узлы и Торы, это описывает состояние микрочастицы в том, что мы называем атомом. Это конечное движение в конечной области. Если я рассматриваю, например, то, что мы считаем атомом. То есть, когда в ограниченном компакте... Да, 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 да. Совершенно верно. Если в свободном пространстве... Совершенно верно. Там будет трубка или там узнаешь что-то. Вот. Ну вот. И вот, собственно, и все. За счет заключения можно сказать, что в этом подходе отсутствуют силы. И этим он принципиально отличается с классическим подходом. Бесиловой геометрический язык связан на геометрических свойствах пространства, а не на свойствах тела. А геометрическое пространство, которое мы используем для моделирования, оно полностью в наших руках. И я не говорю, что это мир устроен так или мир устроен в себя. Я просто беру подходящую лекалу. И с этим лекалом все получается. А у этого лекала есть свойства. Ну вот, посмотрим, нет ли где-нибудь еще таких свойств. Подложение квантовой механики это позволяет избежать парадоксов, связанных с конкуляторным дуализмом, редукцией и т.д. То есть, такой подход к квантовой механике, например, лишает ее вот этой вот загадочности, связанной с дуализмом и со всем остальным. Я не знаю, что это сильно улучшает дело, потому что, сами понимаете, вот эти вот свободные движения в виде этой самой штуки, это тоже еще в восторг людей не приведет. Меня это снова не приводит. Ну, по крайней мере, меня это раздражает меньше, потому что я все равно его не вижу, как она там движется, чем если думать, что это волновая функция, которая пускает рянуть. Ну, вот видно, что для простых случаев формулы, которые описывают эксперименты, наблюдаемые на приборах, они прекрасно соответствуют тем результатам, которые будут получены геометрии. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В первом случае председательству еще скажу несколько слов, прежде чем дискуссию открыть. Время есть. Так, я очень сожалею, что Сергей Викторович не прослушал мой доклад. Я тоже сожалею. Потому что начальные части этих докладов на ней очень похожи. Мы могли бы в чем-то согласиться. Но самое главное, с чем я не могу согласиться, это то, что все-таки здесь предлагается теория на фоне классического пространства-времени, Минковского. А в настоящее время, и в наших работах, и в работах ряда других авторов, ставится задача не подкладывать пространство-время под наше построение физически, а его выводить из неких более элементарных представлений, адекватно соответствующих физике микромира. Вот то, что я рассказывал, я предлагал этот ход с помощью бинарной предгеометрии. То есть это бинарные системы отношений, которые совершенно не опираются на свойства пространства-времени. Но, так сказать, минимальный ранг дает спиноры, а дальше от спиноров уже можно идти дальше и так далее. Так что вот это вот меня, я как-то хотел бы на это обратить внимание. Но я думаю, что мы с вами еще сможем продискутировать сегодня. Хорошо. Я хочу сказать, что я, конечно, неоднократно слышал ваши наклады. И мне если это нравится, то я чувствую, что я не дорос до традиционного теории, у которого он продвигается. У меня не хватает реально подготовки для этого. И вполне возможно, в каком-то смысле, этот тоже ход параллельный. Потому что то, что у вас получается, это описание каких-то там событий. И можно, пользуясь структурой, только в вашем случае аналогевраической, пытаться что-то там такое делать. В этом случае структуре геометрическое. Если вам не нравится этот подход, то я же никто не доставляю. Если вам не нравится, это, так сказать, расходящееся направление. Ничего не поделаешь. Исходные, как бы так сказать, предпосылки, они близкие очень. А потом реализация, она расходится. Так, ну ладно, это, так сказать, переходим к вопросам, пожалуйста. Тут можно много вопросов задавать по поводу доклада и концепции. У класса будут конкретные вопросы, наверное, к эффекту Деймана или еще какому-то эффекту. Но я вот со своей стороны хотел поставить несколько более сложных вопросов, связанные с тем, как вы будете измерять различные состояния системы. Дело в том, что существует большая проблема между пониманием разума физик. Она заключается в размерности фазового пространства. То есть говорится, что у механики, ну, нас учат, по крайней мере, и так. Говорят, что у механики размерность противопространства состояния одна. У квантовой механики размерность пространства состояния другая, потому что там есть, ну, в процессе измерения, в процессе наблюдения мы видим неоднозначность. В процессе измерения получаются разные величины, потом статистическая обработка нам дает нечто. Вот это поле вероятности. И мы говорим, что вот размерность пространства состояния другая. Здесь вы предлагаете квантовую механику описывать при помощи некоторой механической системы. Ну, наподобие механической системы. И возникает вопрос, если придут, например, к вам на семинары экспериментаторы, у которых будет, скажем, 20 разных экспериментов по квантовой механике, они вас спросят, как вы объясните, что у нас на экспериментах получается фазовое пространство такое богатое, широкое, а у вас здесь, ну, при помощи механики вы должны объяснять эту систему. Как вы это сработаете? Как получится такую размерность? То есть, хватит ли вам дополнительных степеней свободы от этих вращательных движений спиральных для того, чтобы объяснить, ну, вообще принципиально все эффекты, которые есть в вашей механике? Это очень серьезный вопрос. То есть, например, 10-20 эффектов вы можете спиральными объяснить, 30 эффектов, 100, но принципиально вы не убежите от того, что при проведении опыта в квантовой механике у вас получается очень большой разброс значений, а в каком-то смысле функции возникают, поля, в смысле экспериментальных данных. Как вы будете решать этот вопрос? Это вопрос? Да, это вопрос. То есть, как вы будете решать? Хорошо, значит, ответный вопрос такой. Значит, конечно же, я не готов утверждать, что вот перед вами замена квантовой механикой. Я этого и не утверждал. Я все время подчеркивал, что существуют подходы, которые, так сказать, могут нравиться или не нравиться, если пользоваться словами Лоренса, в отношении специальных патериодных насилий, которые могут быть плодотворными. Если вы мне говорите, что я буду говорить, если эксперимента придут и спросят, то, во-первых, пусть они сначала придут и спросят. Начнем с того, что им не придут и не спросят. Им глубоко наплевать. Вот. И это я могу к ним прийти и сказать, ребята, нет у вас подходящего эксперимента. Ведь так-то все и происходит на самом деле. Как правило, именно так все и происходит. Они не будут беспокоиться о том, что какая-то там непонятная новая теория описывает все, что они там намедлены. Им, повторяю, наплевать. Это я буду беспокоиться, чтобы у меня получилось там то или сё. Скорее всего, всего не получится. Потому что нет абсолютно истины. Нет физической теории абсолютно. Теория газа подписывает пусть участок температуры. А ниже и выше. Все плохо. И этой ситуации тоже она вот здесь и здесь описывает. А там и сям может оказаться плохо. И с квантовой механики тоже не все хорошо. По крайней мере, на идеологическом уровне, что называется. Это то, что я рассказываю и еще раз повторю. Это пример подхода, который может оказаться благотворным. И в частности, именно этот подход был использован в гравитационной задаче предыдущей. Там он впал мне себе благотворный. Я полностью, ну не полностью, но удовлетворен тем, что получилось. Т.е. реально эти вопросы, которые занимаются mainstream, они закрылись. Другое дело, что никто этого не заметил. Ну, у них ничего. Т.е. правильно я понимаю ответ заключается в том, что это как бы идея, там еще предстоит что-то построить? Именно так. А, все? Именно так. Это подход. И подход квантовой механики состоит в том, что в свое время из полуклассической старой квантовой механики Шрейдингер отрезал классическую часть, оставил квантовую. А я хочу попробовать отрезать вот эту непонятность, связанную с квантовой, оставить классическую. Показать, что в ней тоже есть место всяким целочисленным вещам. А это следует, в частности, если у меня есть вектор для описания эффекта, там волны неизбежно оказываются. Ну, просто другое, что, понимаете, у квантовой механики практически бесконечно началась степень свобода. Да. В вашем подходе вы волей-неволей вынуждены оказывающими. Вопрос к этому. Ну, да, я получаю, а то я помню. Ладно. Ну, у меня вот близкий, но другой вопрос, все-таки, понимаете. Вот, собственно, вот этот вопрос сразу же переносится на очень простую схему, которую мы можем сказать. Значит, когда вы делаете одну щель и пропускаете через нее спираль, у вас там в какой-то области действительно получается дефекционная картина с нужной частотой, так сказать, с нужной периодичностью. А если вы две щели поставите, три щели? Вот тут они, блин, рисованные две щели. А какое же тогда получается? Интерференция. Тогда, понимаете, у вас не должно получаться налажение. Конечно. Что-то это непонятно. Дело в том, что эти линии, которые у него... Во-первых, вы в свое время там правильно обратили внимание, что у меня все навито напрямую. Это не обязательно так. Это я просто присылал, чтобы была красивая картинка. Эта вот штуковина, она может изгибаться. И только... Вот в этом месте, в котором, понимаете, вам и придется построить фантовую металку. Потому что для того, чтобы ее изогнуть, вам придется описывать вот этот угол, под которым она изогнется. Для того, чтобы получить нужную дифракционную картинку. А это как раз вот и есть волновая механика. Ну, я не буду спорить, хотя... Волновая механика построена на антиференция югерца. И с каждой точки распространяется та же самая волна. И без этого принципа вы не построите изгибы вот этих сференций. Не уверен, что так получится. Я и буду. Напомню, что когда я выступал, я тоже говорил про дифракционную картинку. И я, так сказать, ссылался на Феймана, который, так сказать, давал реляционную интерпретацию принципа югерца. Ну, там тоже изгибы. Да, там все это, так сказать, все это решается. На самом деле, там, говорится, всевозможные изгибы. Да, да, по реальным атомам. Не по фиктивным, которые в дырках находятся, а по реальным. Оказывается, результат тот же самый. Тот взаимодействий. Да, ну а с обратным знаком. Так, пожалуйста. Насколько я все равно понял, ведь уравнение Шридингера вы не вывели. Вы просто показали, что есть некоторая параллельность. Я другое уравнение получил. Она не Шридингера, она просто чем-то на него похожа. Это не уравнение Шридингера. Ну, да. Вы показали, что есть некоторые частичные аналогии между вашими результатами и тем, что будут известны по планте механики. Но формальный вопрос следующий. План механика, как всякая нова физика, вводит константы, да, то есть постоянную планку. Фундаментальный констант, значит фундаментальная теория. У вас есть какая-то фундаментальная теория? Это очень правильный вопрос, нужное место. Я как раз пытаюсь понять, это может быть константом. Но дело все в том, что мне хочется, пока что, попытаться сюда втянуть константы, которые в математике придут. И попытаться найти, не будет ли связи между математическими константами, которые проживают в математическом мире, там всякие, ну, там, не знаю, числа Эйлера какие-нибудь, в чем-нибудь в этом роде, там, Пи, там, Е, не знаю, и теми константами, которые есть в обыте. То есть это вот замечательный вопрос о том, можно ли там ЕКМ для электрона выразить через математические выражения, она вот, кажется, мне привлекательна. Я не знаю пока, но, конечно, Ваш вопрос абсолютно правильный. Где физическая константа, это то, что нужно? Она же размерная. Да-да-да, она и размерная. В общем, тут есть вопрос. Еще вопрос есть? Да, пожалуйста. Вот, квантовая механика уже почти 100 лет живет. И, ну, современная квантовая механика давно? В 1927 году начался. В 1927 году начался. В 1927 году. И, со временем, фокус смещался, интереса, вот, каким-то отдельным аспектам. Вот, уравнение Фредингера и, там, двух для щелей, там, и даже эффекта ровного бомба. Это некий, вот, такой, начальник период развития балловой. Сейчас современные специалисты по квантовой физике, в частности, по квантовой информатике, наверняка даже это как-то не очень удивит. От них это далеко. Они начнут спрашивать, каким образом, вот, с помощью эффективной геометрии, объяснять реавиации экспериментов, разнесенных под систем, там, где пространство вообще почти изгнано. Там негде жить вот этому эффективному метрическому полю. Вот, как им отвечать? Не знаю. Понимаете, вы слишком многого от меня хотите. Один хочет, чтобы я всем экспериментам на все ответил, а другой хочет, чтобы я квантовую запутанность, кто-то разобъяснил. Я же не пришел за готовую теорию, я пришел показать подход. Вот, собственно, и все. Вопросы ваши, я понимаю. В защиту пантовой механики сказать, что она плавно, от уравнения Фреддингера, перешла к описанию вот таких явлений, в общем-то, без изменения языка. То есть, там возникли амплитуды вероятности в пространственном понимании, и они перешли вот уже на внутреннюю степень свободы. Я бы добавил, просто имеется в виду, что вы сразу сказали, что вы хотите, в отличие от Гейзберг-Шильгера, который убрали классическую часть, выбрать квантовую часть. Уже в этот момент вы должны ответить на этот вопрос. Про квантовую запутанность, понимаете? Еще задолго до всего. Потому что, если вы выбираете всю квантовую, представляете классику, то действительно, как вы будете вот эту запутанность объяснять, это нужно на старте уже понимать. Понимаете? Тут, на самом деле, даже вот такие современные вопросы вроде этого не ответишь. Нужно ответить вообще на гораздо более ранние вопросы. Нужно все построить с нуля. Потому что, если нет сил, знаете, жить в мире без сил мы вообще не умеем. И что там получится при этом, мне трудно сказать. Как будут вести себя всевозможные особенности геометрии, которые мы можем метрикой описать? Я не знаю. Видите, из таких вот разговоров в свое время возникли черные дыры и большой взрыв, когда появились особенности уравнения. Это уже тоже могут быть особенности. Что там, к чему они могут привести? Сказать трудно. Вопрос ваш я понимаю. Хорошо. Значит, по-моему, время истекло. Значит, пятиминутный перерыв делаем. Потом будет последующий момент. Потом снова я заружусь. Да, так что еще раз похлопаем. Th immigration 같 Если бы фильм был, «Я смогу я и марлей» Андрей Massror. Обязательно сüm гарного NaviQ septitäcks Углаза Смол Dl. Сейчас мы�ißсу debriscentábas onto us, а он commands us. Aunque Jenneroow savi mangouwovidov도vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdtvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvs Продолжение следует...